Дорогие друзья, здравствуйте! С вами волейбольное обозрение. Я Евгений Монрохович. В Мозыре вновь большой волейбол. Начался четвертый тур чемпионата Республики Беларусь в высшей лиге группы А. Четвертый тур чемпионата страны преподнес сопернике нашей жемчужни Полесья Грудненской коммунальной. Не так давно в чем-то сюрпризно обыгравший в гостях одноклубников из Могилева в первом четвертьфинальном матче Кубка Республики Беларусь. Кстати, с победителем до или двух коммунальников встретится в полуфинале Кубка наша команда. Посему встречи в спорткомплексе Мозырсоль несли в себе дополнительный подтекст. И болельщики, осознавая это, впервые в сезоне устроили аншлаг, что, конечно же, придавало матчу особый шаг. С начала стартового сета жемчужная политика, как и положено хозяйке Туры, захватила преимущество. Пусть небольшое, но все же чувствовалось, что, не глядя на сопротивление горганчанок, подопечная Михаила Михайловича Коваленко контролирует ход волейбольного поэтинка. Хотя коммунальный горгу под началом Андрея Григорьевича Буховского, имея в составе опытных Анжелы Найденко и Виктории Емельянчик, имели момент, когда партия, а за ней и матч мог повернуться лицом гостям. Но тайм-ауты и выход на площадку Татьяны Телебякиной вернули партию, а вместе с ней игру в победное для «Жемчужной Полесье» русло. Вот последний розыгрыш первой партии, который завершает Анастасия Казаченко, проводившаяся лучший матч в сезоне. Счет первого волейбольного сета 25-21 повела «Жемчужная Полесье». Вторая партия матчей должна была по всем законам волейбольного жанра стать ключевой в первом матче тура, и она стала таковой. При этом данный сет можно назвать самым ярким из всех сыгранных сетов профессиональной волейбольной команды Мозорского нефтепроводящего завода в сезоне 2018-2019. Только единожды при счете 1-1 в игре было равенство. В дальнейшем же гурманы волейбола столицы Полесье переживали настоящий триумф вместе со своей любимой командой. И как не улыбаться капитану Полесьской волейбольной дружины, когда игра получается все лучше и лучше, по мере развития сета счет рос словно на дрожжах, и даже становилось жалко грудненский коммунальник, который старался как мог, но мог он во второй партии немного. Активность в Мозоренах буквально подавляла спортсмена Гродна, и они сами допускали множество ошибок, некоторые из которых были совсем необязательными. Но подчеркнем преимущество волейболиста к Мозорскому ПЗ было не следствием неудачной игры команды гостей. Этот коммунальник не в силах удержать темп хозяек тура, буквально валился с ног и ронял мяч в ситуациях, совершенно к этому не располагающих. Ближе к концовке сета случился дебют в форме «Жемчужной Полесье» Виктории Бресюк, которая недавно пополнила состав нашей команды и теперь вам плава пасующая. Михаил Михайлович Коваленко есть два игрока, имеющих богатый опыт матчей чемпионата страны. Позже мы познакомимся с Викторией поближе, пока же концовка второй партии завершившаяся со счетом 25-10, что позволило «Жемчужной Полесье» повести со счетом 2-0. И учитывая характер встречи, можно было не сомневаться, до общей победы оставался всего один волейбольный сет. Кстати, завершила второй сет, как и сет первый, Анастасия Казаченко, воспитанница с дюшор «Жемчужной Полесье» и Надежда Васильевна Родаковская. Как мы и предполагали, третья партия матча стала завершающей в первый игровой день в спорткомплексе «Мазарсоль», который вновь, как и в лучшие годы, в едином порыве поддерживал родную команду, и она того стоила. Конечно, тренеры старались следить за тем, чтобы команда не сбавляла оборотов, а рисунок игры был красив, замысловат для соперниц и неповторим в каждой новой комбинации. И не знаем точно, что говорит главный тренер «Жемчужной Полесье» о своей пасующей, но следующий розыгрыш, Ана, Дарья Булах, завершила остроумной скидкой, вызвавшей настоящий шквал зрительских аплодисментов. Подобных ситуаций в матче хватало, и разве не вера тренерского штаба и его изобретательность подарили новую игровую жизнь Татьяне Тулебякиной, которая сейчас с подачи начала очередной розыгрыш, а после отбоя соперниц Оксана Тетерри заколосила мяч на сторону площадки коммунальника. Между прочим, если Алексей Казаченко, как мы уже говорили раньше, провелась лучший матч сезона, то Оксана Тетерри, возможно, провела 3 ноября 2018 года свой лучший матч за все время выступления за «Жемчужной Полесье». Надеемся, дальше будет только лучше. И вашему вниманию последний розыгрыш матча, который завершился ошибкой Гродненского коммунальника, что словно подчеркивало мощь «Жемчужной Полесье», с которой в тот день было не по силу совладать коммунальнику Горгу. 25-16 и 3-0. Ожидая команду Гродно в гости, все-таки команда с хорошими традициями. И, конечно, мы очень много проделали работы, несмотря на то, что перед этим у нас была игра в Минске на кубок, 1-4 финала. И девчонки молодцы, очень показали красивую, зрелищную игру. Очень много пришло зрителей, конечно, мы очень благодарны им, что они поддержали нашу команду. И просто восхищение, очень красивая игра, еще раз повторюсь. Этот матч стал первой игрой в форме «Жемчужной Полесье» для Виктории Бресюк, волейболистки-амплуа пасующая, которая пополнила нашу команду по ходу сезона. Виктория Бресюк, все ее знают. Она играла в молодежной сборной серии, как Татьяна и Бустаманте. То есть это очень хороший игрок, она в хороший кубок поиграла. Я думаю, что она нам поможет даже составить не только конкуренцию, но даже просто команда пойдет еще дальше. Вика волейболистка, 1992 года рождения, игравшая в команде Республиканского государственного училища Олимпийского резерва и сборной Беларуси. Бресюк, выступающая в нашей команде под первым номером, провела в команде около недели. И вот оправдались ли надежды Виктории, связанные с «Жемчужной Полесье»? Не разочарована ли она Мозырем, своей новой спортивной семьей? Нет, ни в коем случае не разочарована. Ну так получилось, что вот я все захотела еще поиграть, еще вернуться. И Михаил Михайлович меня поддержал. «Жемчужины» командой я очень довольна. Девочки дружные, всем помогают. И все здорово. Наверное, непривычно Вике было играть в этом зале не против, а за команду хозяев. И мозырские болельщики, они впечатляют? Да, я ожидала, что будет много болельщиков. Я знаю, что это такая ответственность. Все-таки болельщики, когда на тебя смотрят, и смотрят чуть ли не весь город, знают, эту команду любят. Ну, я впечатлена, да. Впервые дает интервью волейбольному обозрению Яна Писань. Хотя раньше эта симпатичная девушка неоднократно делила своими впечатлениями, ну, как Яна Мацак. Ну, конечно, опора, плечо, когда все появляется еще, чувствуешь себя увереннее, как за каменной стеной. И немножечко легче, увереннее чувствуешь себя на площадке, в тренировочном процессе. Конечно же, это идет на пользу. Здесь Яна рассказала нам об изменениях в спортивной карьере в связи с замужеством. А вот как долго наша чудесная Либера будет радовать своим мастерством на площадке, и подумывает ли она уже о тренировской деятельности? Ну, я не исключаю этот момент, что я когда-нибудь буду тренером, потому что по образованию у меня уже есть. Но это будущее покажет. Яна закончила Белорусский государственный университет физической культуры. Из-за датки спортивного педагога у Писань имеются, вне всяких сомнений. Как и у нашей следующей собеседницы, Людмилы Капитан. Кстати, воспитанница Гродненской школы волейбола. Конечно, я очень рада, что команда из Гродно состоит из 80% игроков, которые родились в Гродно, представляют, играют и борются за свою команду. Я в дальнейшем хочу, чтобы в нашем Мозере, в нашей Жемчужиной по лесу тоже были патриоты, играли за свой родной клуб и представляю его с достоинством. Что касается тренерской карьеры, то как близка она? Я только вот сейчас начинаю понимать свое амплуа, как надо правильно играть, потому что я не так давно в нем. И мне с каждым годом все больше и больше нравится. И поэтому, я думаю, не скоро. Радуйте нас и дальше своей надежной, яркой игрой Людмила Капитан. А ведь, по сути дела, уже сейчас Люда – играющий тренер. И ее выступление, беззаветное служение родной команде – пример для подражания. Во второй игровой день тура счет матча был таким же, как и в первый соревновательный день – 3-0. Победила Жемчужина по лесу, но на этот раз городничанки оказали более упорное сопротивление. А в первой партии и вовсе команда Андрея Григорьевича Абуховского сотворила настоящий подвиг, сумев проигрывая 13-20, сравнять счет 23-23. Но концовку того сета хозяйки площадки все-таки оставили за собой – 25-23. А вместе с победой в первой партии пришла победа и в партии второй – 25-17. Третий волейбольный сет, кадры которого вы видите на своих экранах, тоже складывался для команды Михаила Михайловича Коваленко. И хотя городничанки надо дать им должное боролись до конца, их сил было явно недостаточно для равного противостояния команде и столице Полесье, которая проводила, пожалуй, лучший для себя тур нынешнего сезона. И что в первой, что во второй день отлично проявила себя Анастасия Казаченко, в данном розыгрыше нанесшая неотразимый удар. Ее игра с гординской командой была так хороша, что Настя практически без замен провела оба поединка, выдержав игровой рисунок и выполнив требования тренерского штаба. С самых лестных слов достойная Оксана Тетерия, которая в этом эпизоде игры подала мяч до атак, что соперницы не смогли вернуть его на сторону площадки «Жемчужна Полесье». В принципе, все волейболистки «Жемчужины», игравшие в этой игре в данном туре, достойны похвалы. И та же Анастасия Миклашевич, ей принадлежит последняя атака в партии, заслуживает исключительно комплиментов. Ведь, несмотря на редкие помарки, у кого их не бывает, наш седьмой номер всегда выдерживает свой высокий общий уровень игры. Анастасия, зачастую просто блистая на площадке Дыря Радость, своим многочисленным болельщикам, в рядах которых, кстати, на туре в Мозыре, была и мама Настя, София Брониславовна. Конечно, родные и близкие – это хорошо. Тем более, я в такую даль приехала, у меня сейчас не получалось домой приехать. Конечно, это большая радость. Мама, конечно, за нас всегда, за нашу команду болеет и лично за меня. Анастасия – воспитанница Гродненского волейбола, одного из лучших в стране. И если бы из ныне действующих белорусских гродненских волейболистов собрать одну команду, победила бы она в чемпионате страны. И нынешняя волейбольная дружина Гродна. Какое не менее, Миклашевич? Ну, я думаю, да, поборолись бы за медали. Но на данном этапе, я считаю, что немного слабовата, наверное, наша все-таки молодежь. И, ну, Гродненская. Но есть девочки талантливые, которые уже, скажем так, дышат нам в спину. Если откровенно, то Гродненской молодежи еще нужно море трудового пота пролить, чтобы подтеснить волейболиста к уровня Анастасии Миклашевич, Людмилы Капитан, Ольги Мавшук, да и Оксана Тетеря в этом туре сыграла так, что Люба дорого было наблюдать за действиями этой центральной нападающей. Две игры с Гродна были, наверное, лучшими играми в этом сезоне у нашей команды. Мы были все один за одного, сплоченные, помогали друг друга, поддерживали в трудной ситуации. Никто не делал глупых ошибок. Поэтому мы справились на 100%. И будем продолжать играть в том же духе, потому что мы, я думаю, словили уже эту волну. С некоторых пор у Оксаны появилась новая коллега-памплуа центральная блокирующая Татьяна Тюлюбякина. Ранее игравшая с краю атаки, но в силу производственной необходимости переместившаяся в центр. И вторую игру Таня начала в стартовом составе, что означает доверие тренера и прогресса в новой для себя роли Татьяны Тюлюбякиной. Когда тренер верит, это всегда очень приятно и придает силу и уверенности в игре. Ну а первым темпом не было неожиданности для меня игра, поэтому тоже не было такой дерганности большой. В игре, как говорит Аня первым темпом, игре на краю атаки есть разница. И насколько сложно или легко было менять амплуа нашей специальности. Играть в любом случае нравится на любой позиции. А по игре, ну перестроиться немножко пришлось, потому что стиль игры разный. Тут надо быстрее принимать решения и бегать в разные края. Главный тренер нашей команды, наверное, доволен, как бежали в победные края его подопечные. В четвертом туре чемпионата Республики Беларусь в высшей лиге группы А. Ну вы же сами видите, что по ходу этого тура девчата добавляли. Ну, сложный у нас был кубковый матч, достаточно много дискуссий было там. Много собственного брака. Вот с этим мы боролись, где-то подчищали, потому что Гродно на ходу приехала мотивированная после победы на кубке над Могилевым. Вот. Но девчата молодцы, удивили. И хотелось бы, чтобы это продолжалось, чтобы только дальше мы навязывали свою игру. Где-то там, наверное, надежнее хотелось, чтобы прием был. Ну, вот. Но, в принципе, все идут, скажем, то, что мы работаем на тренировках, то они сейчас показывают в игре. В преддверии тура наша главная «Жемчужная Полесья» и команду «Сдюшур» в Мозырском ПЗ «Жемчужная Полесья-2» провели встречу с руководством, что стало доброй, славной традицией в начале каждого нового сезона. Да, конечно, они нужны, они даже необходимы, потому что нельзя недооценивать тот вклад, который делает завод в развитие волейбола в Мозыре и в Мозырском регионе. На развитие команды, благодаря заводу, ну, скажем так, команда развивается, двигается вперед, поэтому слова благодарности не всегда можно сказать, всегда у нас работа, чемпионаты, туры, а вот именно на таких встречах они где-то и душевные, и тогда перед командой ставятся задачи, ну, это замечательно. В первый день ноября во Дворце культуры Мозырского нефтеперерабатывающего завода состояла встреча волейбольной команды «Жемчужная Полесья» и руководства нашей главной профессиональной дружины, которая была представлена заместителем генерального директора МНПЗ Геннадием Викторовичем Титяруком и председателем первичной профсоюзной организации нефтеперерабатывающего завода Ольги Николаевны Кулыба. Уже не в первый раз проходят подобные встречи, которые не только приятны, но и полезны. Ведь в подобной теплой доверительной обстановке игроки тренерский штаб руководства команды лучше понимают друг друга и открыто делясь со своими проблемами, высказывают пожелания. Ну, конечно, встреча, ежегодная встреча с командой в начале сезона, она, на мой взгляд, она важна с той точки зрения, чтобы мы, во-первых, определились с целями команды, дали какие-то напутственные слова, познакомились, это тоже не очень мало важно, чтобы девчонки поняли, особенно те, которые новенькие, чтобы поняли, что это за команда, куда они приехали, какое предприятие, в каком, в общем-то, предприятии они работают, в какой команде. Поэтому это очень важно, вот такие встречи и в начале сезона, и в конце, когда уже есть результат и видно, что труд не пропал даром. Это интервью мы записывали по окончанию мероприятия, на котором вместе с главной командой были волейболистки «Жемчужины» Полесья-2, представительницы с дюшер Мозорского нефтеперерабатывающего завода. Конечно, такие мероприятия очень для нас важны, мы можем рассказать, кому нужна какая-то помощь, кому-то обратиться, тоже друг с другом поговорить. Желательно, чтобы эти мероприятия проходили намного чаще, так мы и больше узнаем друг друга. Наши профессиональные волейболистки под началом Елены Ивановны Михаленко и Михаил Михайловича Коваленко не только общались с руководством, но и высказывали пожелания своим молодым коллегам, представительницам второй команды, выступающей в группе «Б» чемпионата страны. Мастера волейбольного мяча действительно хотят помочь подрастающему поколению. И бренд «Жемчужина Полесья» для профессиональных спортсменов в Мозорском нефтеперерабатывающем заводе не пустой звук. Ну, внимание от руководства всегда приятно, потому что, значит, нас не забыли, нас верят, нас любят, за нами не наблюдают, пускай не всегда получается у них приезжать на наши игры, так как понятно, что у людей есть своя основная работа. И на этих встречах мы можем обменяться, как говорит на наших занятиях наш психолог, обратной связью. Чего хотят от нас они, чего бы хотели мы, и они ставят нам задачи на кубок и на чемпионат. И мы теперь на 100% знаем, что они в нас настолько сильно верят, что задачи у нас самые лучшие и самые такие вот ценные. Сегодня трудно сказать, какое место в чемпионате страны займут наши «Жемчужинки». Покрыться ли им Кубок Республики? Но в одном можно быть уверенным. Тренерский штаб, спортсменки, администрация, руководство команды сделают все себя зависящее, чтобы флаг «Жемчужной Полесье» по итогам сезона 2018-2019 еще выше поднялся на волейбольном небосклоне. Еще громче звучало в мире спорта имя Мозорского нефтепроводящего завода. Возвращаясь к чемпионату Беларуси и его четвертому туру, результаты сыгранных матчей. «РГУР-2002», «Менчанка-2» 3-0 и 2-3. Прибужья Брест коммунальник МГУ Могилев. Очень упорные матчи 3-2. В первом матче победа хозяев поля, во втором победили гости тоже с счетом 3-2. Турнир таблицы теперь имеет следующий вид. Внизу команда Республиканского государственного училища Олимпийского резерва 2002 года рождения. Чуть выше «Менчанка-2». На четвертом месте «Грудинский коммунальник», на третьем месте «Брестская Прибужья». На втором месте «Могилевский коммунальник», который имеет такое же количество побед, как у «Брещанок-6», но на одно очко больше у «Могилевчанок». А вот впереди наша «Жемчужная Полесье». 8 игр, 7 побед, только одно поражение, 22 выигранных сета, 6 сетов проигранных и 20 очков. 10-11 ноября состоится пятый тур чемпионата, и в нем встречаются коммунальник «Гродно-Оргор-2002», «Минск». «Менчанка-2», «Прибужья-Брест». Коммунальник МГУ «Могилев», «Жемчужная Полесье-Мозырь». В то время как наша главная команда будет биться за победу в «Могилеве», наша вторая дружина в третьем туре группы «Б» в родном «Мозыре» принимает команду Республиканского государственного училища Олимпийского резерва 2004 года рождения, которую тренирует хорошо нам известный Петр Владимирович Пархимчик. И будет очень интересно увидеть спортивную дуэль, по сути дела, сборной Беларуси 2004 года рождения и нашей команды, основа которой воспитанницы Надежды Васильевны Рудаковской 2003 года рождения, будущие звезды «Жемчужного волейбола». Ну что ж, дорогие друзья, как видим, «Жемчужная Полесье» развивается. Это касается игры команды и организационного процесса. Надеемся, что наш клуб вернется на вершину республиканского клубного волейбола и в дальнейшем выступит на Еврокубковой арене. На сегодня это все. С вами была «Жемчужная Полесье». Волейбольное обозрение Евгений Монархович и Вячеслав Пересыпкин. Любите волейбол. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»